Ох, друзья мои дорогие, сегодня я хочу затронуть очень сложную тему. Прям вот очень долго я к этой теме готовилась, перечитала очень много исследований, а именно как же количество половых партнёров сказывается на женщине, на её жизни. Вот так вот, такой интересный вопрос пришёл от моего любимого подписчика. Поэтому я просто обязана с вами его обсудить. Друзья мои, вы знаете, что я очень люблю ваше мнение, поэтому обязательно не стесняйтесь делить ваше мнение, задавайте интересующие вас вопросы обязательно. И в следующих видео мы обязательно разберём самые интересные и горячие вопросы. Так вот, друзья мои, вообще понятие половых партнёров всегда вот это тема, очень сложная, она очень сложна в обсуждении. Почему? Потому что нет каких-то рамок. Вот где много, где мало, сколько это, сколько должно быть, какова норма. То есть нет таких рамок. Поэтому мы с вами можем просто сравнить все плюсы и минусы. Друзья мои, я очень рада сегодня вас всех видеть. Если вы ещё не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться. Мы разбираем самые интересные, самые горячие темы. Также, друзья мои, я вас приглашаю в свой телеграм-канал. Первая ссылочка в описании. Мы ежедневно обсуждаем самые горячие темы. И сегодня в 22.00 по московскому времени выйдет видео, как же в закрытом доступе только для подписчиков телеграм-канала, как же повлиять на возбуждение, как улучшить вашу сексуальную жизнь. Поэтому, если вам эта тема интересна, обязательно присоединяйтесь, обязательно смотрите это видео и выполняйте задание в конце видео. Я обязательно его даю. Чтобы ваша жизнь кардинально изменилась, сексуальная. Были краски, были эмоции, была страсть, было удовольствие. Всё для вас, дорогие мои. Вот всё для вас. Ну что, тема. Да, барабанная дробь. Идём к этой очень сложной теме. Какое же количество половых партнёров должно быть? Да, и как они вообще влияют на женщину? Безусловно, каждый мужчина вносит определённый вклад в общее состояние женщины, в её психологическую, в её эмоциональную атмосферу. Безусловно. Опять же, вот о нормах говорить очень сложно. Не так давно в своём телеграм-канале я проводила опрос. Сколько же должно быть у женщин и половых партнёров? И ответ мужчин меня действительно удивили. Да, то есть в основном все ответили, что один единственный муж. Да, что вот познакомились, первый половой контакт с ним и живут всю жизнь душа в душу. То есть реально многие мужчины про это как думают, да, даже если они хотят женщину, чтобы вот она всё умела, чтобы она была страстной любовницей, чтобы у неё был супер большой опыт. На самом деле это их мечты. То есть если будут выбирать между женщиной непорочную, у которой никого не было, да, никогда, вот. Но в определённых, да, возрастных границах мы уж не берём прям таких, знаете, таких заклятых девушек, у которых вообще не было никогда секса, им уже далеко за 50, да. То есть всё в пределах разумного, безусловно. И, соответственно, берём женщин, которые вот всё умеют, всё могут, были у них мужчины, да, то, конечно, мужчины выберут первый вариант, да, безусловно, что им нужна девушка, вот с которой они будут всю жизнь, да. То есть я уверена, вот уверена, мы ещё раз проведём опрос, обязательно в этом следите, обязательно отвечайте, но когда мы говорим, что как же влияет мужчина, да, и в определённый момент мужчины говорят, да, у женщины должно, может быть, и быть и не один половой партнёр, потому что, безусловно, раньше, вы все прекрасно знаете, если мы вернёмся к чуть давним временам, да, прежним, что считалось, что девушка должна непорочная, за неё больше платили выкуп, да, родители за этим строго следили, сватали, передавали её как хрустальную вазу в руки мужа, супруга, да, и он дальше уже с ней жил, и это считалось как бы самая идеальная система, да, и сфера. Если у девушки уже был один хотя бы половой контакт, то она считалась уже павшая, да, там ей было очень сложно выйти замуж, прошу прощения, друзья, правда, очень такая тема интересная. Так вот, ей было очень сложно уже выйти замуж и там женить, то есть это была такая целая проблема, и часто таких женщин, девушек уже не брали, да, замуж, то есть она вот уже порочная. То есть сейчас в 21 веке времена изменились, но, дорогие мои, вы сами отвечаете на мои вопросы, действительно многие из вас предпочли бы, что у женщины был один мужчина. Так вот, какие, что, как же это вообще влияет на жизнь женщины? Во-первых, очень серьёзный психологический фактор, потому что у женщины психология и эмоции очень связаны с сексуальной сферой. То есть если женщина не, то есть вот это всё очень связано, поэтому своим вот этим сексуальным контактом вы можете нанести ей действительно, её психологическому и эмоциональному здоровью очень серьёзную опасность, да, если вы что-то сделаете не так, да, или что-то пойдёт не так. Поэтому здесь, конечно же, нужно быть просто супер-мега-аккуратными, да, чтобы ни в коем случае никак не травмировать женщину. Дальше, это, если у неё был не один мужчина, сколько у неё социально-психологических травм может быть. Дальше это инфекции, передающиеся половым путём, особенно по незнанию, по глупости, да, как угодно про что говорите, но, к сожалению, это тоже тот факт, который может наделить мужчина, женщину, да, ну и женщина, безусловно, мужчина, безусловно, да, то есть это тоже тот факт. Вот, соответственно, в целом женщины уже складывают портреты, в принципе, каждый мужчина может вычислить женщин, у которых было уже несколько мужчин, то есть они уже очень хорошо с ними общаются, они могут, они очень хорошо флиртуют, они могут найти очень быстро с ними какое-то общение, да, но на вопрос, нужно ли сообщать мужчине, сколько было до него мужчин, я всегда категорически говорю, не нужно, дорогие женщины, мужчины, зачем вам эта информация? Вам либо нравится женщина, либо не нравится. Если она скажет, что у неё было 10 мужчин, это изменит вашу симпатию к ней или нет, да, то есть вот вопрос я оставляю открытым, и мне очень интересно знать ваше мнение, поэтому обязательно в комментариях к этому видео поделитесь, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Также, дорогие мои, если это видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, каждого из вас я жду в своём телеграм-канале, первая ссылочка в описании под этим видео, и мы с вами будем разбирать самые интересные и самые горячие темы. Всем пока-пока и до новых встреч!